Саламат Страмаку Метте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я сегодня хочу этот эфир посвятить митингу, который состоится 22 февраля, 14 часов. Мы уже распространили разные информационные сообщения, выставили видеоролики, плакаты, которые обозначают места, где будут проводиться митинги по всем более-менее крупным городам. И сейчас я хотел бы объяснить, почему именно 22 февраля будет в стране очень жарко. Мы все видим, что у этого режима сейчас проблемы выстреливают за проблемой. Где-то связанные с тем, что существующее управление страной уже не соответствует требованиям времени, где-то существуют отложенные проблемы, которые годами накапливались. Это я имею в виду социальные вопросы. Это безудержная коррупция. Это отсутствие политических и экономических реформ в стране. По сути, безнадега. Полная безнадега, которая сейчас властвует над умами многих людей, которые перебиваются изо дня в день. Если раньше они винили во всем себя, то думаю, что теперь после длительной работы ДВК, меня лично, где мы подробно рассказывали, почему это происходит, что ежегодно политическая верхушка во главе с Султаном Назарбаевым уводит из страны минимум 30 миллиардов долларов США, что эти 30 миллиардов, это больше, чем годовой бюджет всей страны, всех 18,5 миллион человек. То есть представьте себе, что одна семья, Нурсултан Назарбаева, просваивает гигантские капиталы, при этом его размер превышает годовой бюджет страны. Вот, собственно, из года в год их действия привели к тому, что сейчас в стране очень много разных проблем, которые требуют немедленного решения. Ну и, в общем-то, в этой ситуации еще, безусловно, происходят в мире разные события. Казахстан является частью глобального мира. Не случайно 1-2 февраля страну посетил государственный секретарь США Майкл Помпео и, собственно, уже 5-6 декабря определенные последствия сформировались, а я имею в виду события, которые произошли к Урдаю, когда были убиты более 10 человек, сожжены довольно большое количество домов, и около 8 тысяч человек стали беженцами, беженцами в мирном государстве. В том государстве, когда апологет режима, которые говорят, что у нас мирное небо над головой, а против правителя нельзя выступать, шукюр, тауба, таких людей немало. И вот, собственно, в феврале все их слова были посрамлены. И вы знаете, что активно в январе выступали автомобилисты, автомобилисты, которые эксплуатируют автомашины с иностранными номерами, армянскими, кыргызскими, власть приняла решение, что в итоге, после каких-то выступлений, митингов, приняла решение, что на год продлевается возможность их эксплуатации, а затем им нужно заплатить большие налоги. При этом, как один автомобилист сказал, размер налогов разных сборов таков, что ему легче сжечь машину, чем платить эти налоги. Ну, разные утилизационные сборы. Вы прекрасно все знаете, что все эти утилизационные сборы шли на некую компанию, а сейчас уже все понимают, что за некая компания, в которой за многие годы собраны миллиарды долларов. Это младшая, третья дочь Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева, которая вообще ничего не делает, никакой утилизации нет, просто эти деньги там пропадают, собираются со всех автомобилистов, и вот, собственно, вы за это платите. Это кормушка для третьей дочери Нурсултана Назарбаева. И только вчера были протесты женщин в Астане, были протесты матерей, потому что та программа, так называемая адресная социальная помощь, наших граждан не удовлетворяет. И вы знаете, что уровень заработной платы, которая сейчас существует, он крайне низкий, хотя Государственный статический комитет выдает разные цифры об успехах, все прочее. Вы все прекрасно знаете, что рост цен идет безудержно на продовольствие, не так, как озвучило руководство Национального банка, что приблизительно на уровне 10%. Мы проводили анализ даже вот по Астане и Караганде, и там видно, что на некоторые виды товаров до 80% выросло, на некоторые 50%, где-то на 30%, где-то на 40%, но точно не на 10%. Поэтому проблем в стране очень много, и существующая власть уже не в состоянии их решать. И не случайно этот режим прибегает к самому грязному приему, который обычно используют авторитарные режимы, а именно сталкивание тех или иных национальностей между собой. И тот факт, что сама власть признала, что кем-то это было организовано в Курдайе, что не может более тысячи человек просто так собраться, когда местных, кто участвовал в этих погромах, было, как они сейчас пишут в местных СМИ, около 10 человек, а все остальные из-за пределов этих населенных пунктов, сама власть отчетливо на уровне исполнителей видит и понимает, что это спланированная акция. А с учетом того, что продолжается муссировать эта тема, идут вбросы, разные так называемые нурботы эту тему обостряют, видно, что такого рода приемы использования напряженности между разными национальностями будет использоваться и впредь, к сожалению. Это говорит о том, что власть обеспокоена, и она хочет раздробить этот протест, слить народный гнев совершенно в другую сторону, чтобы люди ругались между собой на разном уровне. Междунациональные конфликты, трудовые какие-то между собой, какие-то конфликты, наказание мелких нарушителей, то есть перевод, что называется, вот этого гнева в разные стороны, его раздробить, разделить, но при этом, чтобы эта политическая верхушка находилась в безопасности. Вот, собственно, в этом и заключается цель этой правящей верхушки, чтобы раздробить протест и продолжать оставаться у власти. Вы все видите сейчас в стране высочайшую активность. Если смотреть, анализировать социальные сети, то количество просмотров в социальных сетях резко увеличилось. Комментарии, выступления, различные ролики, люди четко говорят свою позицию. Два года назад такого не было. Сейчас Нурсултан Назарбаева никто не боится. Сейчас у власти проблема, чтобы укомплектовать нужное количество полицейских. Дело до того, что дошло, что власть уже людей приглашает на работу в полицию, сидя прямо в торговых центрах. Эти видео вы видели. То есть ситуация такова, что полицейские не хотят участвовать в репрессиях против народа. Конечно, еще довольно большое количество их осталось, но они все равно не укомплектованы. Вот, собственно, сейчас наступает ситуация, что стремительными темпами наращивается недоверие гражданскому населению к высшему руководству страны, к власти. И это, безусловно, приведет, в конце концов, к тому, что режим будет сменен. Я еще раз хочу сказать, мы на пороге больших перемен. Процессы идут, они идут на наших глазах, идут активно. Так вот, что хочет делать власть? Сейчас картинкой, представляющей эту власть, является Хасмжумар Такаев, который якобы президент, или нету президент. Мы все прекрасно понимаем, что страной рулит Нурсултан Назарбаев. И сейчас этой власти нужно показать некое благополучие, некоторые реформы, некоторые изменения, которые остудят пыл внутри страны. Те, кто говорит, над нами небо мирное, Шукрутауба, вот пришел новый президент, давайте подождем. Поэтому этот режим должен создать иллюзию, что какие-то идут перемены, просто надо немножко подождать. Год, два, ну так, глядишь, еще 30 лет пройдет. Теперь этот режим должен снять международное давление, а давление идет. Кроме того, что Казахстан посещает разные миссии, приезжает правозащитные организации, из-за активности гражданского населения, сейчас мы являемся объектом пристального внимания разных крупных государств. И, собственно, именно поэтому государственный секретарь США приехал в Казахстан. Потому что сейчас, по их мнению, уже не та спящая страна, которую можно было наблюдать пару лет назад. Тогда можно было разговаривать только с Назарбаевым. Была такая абсолютно мертвая дешина, и создавалось впечатление, что население довольно, довольно этой властью, и не было никаких протестов. А сейчас, пожалуйста, десятки людей выходят с требованиями освободить политических заключенных. Соединенные Штаты Америки вынудили Казахстан создать специальную комиссию, которая будет рассматривать, изучать вопросы, связанные с политическими заключенными. Хотя министр юстиции и наши представители власти заявляют, что политических заключенных нет. Но, извините, а зачем Соединенные Штаты Америки будут создавать комиссию, которые будут изучать дела этих политических заключенных. И эти политические заключенные появляются каждый день. Вы знаете, что накануне митинга 22 февраля власть начала превентивные задержания. Сегодня Бахтау, был Аблавас Жумаев, задержан для якобы предупреждения превентивного. Сейчас над ним намеревается провести какие-то процессы. Его жена, известная Айгуля Берды, сегодня вела прямой эфир и показывала, сколько полицейских пришло к нему. Но обратите внимание, что Аблавас Жумаев, Айгуля Берды не создавали партию, не проводили съезд в Ахтау, не заявляли, что на этот съезд появится тысяча человек. Они просто гражданские активисты и очень известные. А посмотрите, представители гражданского движения, партия ГОЩЕ, они открыто ходят и агентируют, чтобы люди вступали в эту партию, создали разные инфраструктуры в социальных сетях, чтобы люди могли увидеть их позицию, прочитать их политическую платформу. И они даже тоже не объявляли о каком-то съезде. Но вы посмотрите, как гражданно представители власти их задерживают. Сажают по 10, по 15 суток. Применяют разные административные аресты и штрафы. Их десятки, десятки по всей стране. А теперь обратите внимание, что происходит в так называемой партии ДПК. Это партия власти. Я еще раз, много раз хочу повторить и объяснить. Это прокладка власти, такая же, как в свое время была использована с Хасановым на президентских выборах ДПК. Это партия власти. Это прокладка власти. Это проект Мамай-Косанов-2. Так вот, для того, чтобы съезд был легитимным, 22 февраля в Алматы, у них на съезде должно присутствовать не менее 1000 человек, чтобы сделать затем следующий этап. По результатам этого съезда осуществлять сбор подписей и собрать 40 тысяч подписей. Так вот, сейчас такая в прессе, обратите внимание, в прессе под контрольной власти распространяется информация, что вот задерживают активистов ДПК. Оказывается, у них большие проблемы. Я хочу вам на этом примере показать, как власть пытается обмануть вас, граждан Казахстана. И так, чтобы состоялся съезд и был легитимным, нужно минимум 1000 человек. Если организаторы понимают, что для его легитимности нужно 1000 человек, и если власть будет задерживать, как они говорят, их активисты, не давать возможности приехать на съезд, значит, они должны заложиться и ориентироваться на приезд 1500 человек. Считай, что, ну, 500 может задержат, но остальные-то приедут. Но мы что-то не слышали о этих 500-300 активистов, которые власть задерживает. Отдельные личности, ну, может быть, до 10 человек, какие-то пиар-ходы, что вот их вызвали, протокол вручили, с поезда сняли, ну, там, 10 человек. То есть, а где эти 500 человек, которые власть должна задержать? Я могу сказать по собственному опыту, можно спросить у Владимира Козлова, который сейчас проживает в Украине. Когда ОЛГА, ОЛГА ДВК, ОЛГА, проходила процесс регистрации, когда организовывала свои съезды, когда власть каждый раз заворачивала подписи и снова и снова проводились съезды партии ОЛГА ДВК, то всегда тоже ориентировались на приезд тысяч человек и всегда организаторы считали, что задержат 300 или 500 человек, что и было. Целыми автобусами останавливали, вылавливали полицейские в то время, еще относительно мягкое. Но представьте, что сейчас, когда этот режим задавил все оппозиционное пространство, он должен задерживать сотнями, сотнями, а мы этого не видим. То есть мы видим, что представители ДВК заигрывают, не играют с властью, имитируют, что их преследуют, чтобы провести свой съезд на тысяч человек. Теперь обратите внимание, чтобы привести полторы тысячи человек на съезд в Алма-Аты нужно в среднем 100-150 долларов на человека, минимум. Ну, дорога платить, проживание в отеле, питание, все прочее. То есть вы понимаете, что порядка 150-200 тысяч долларов нужно потратить на организацию такого съезда. Ну, как известно, Мамай был журналист, у которого не было денег, который не мог проводить, запускать свою газету «Трибуна», в которой не было денег, он деньги эти с трудом собирал, а теперь на съезд, только на съезд, не говоря на агитационную работу, на создание штабов по стране. Нужно закупать технику, чтобы представители этой организации занимались агитационной работой, потому что, что полторы тысячи человек приехало, должны быть агитаторы же, ездить, разговаривать с ними. То есть вы представляете, какие бюджеты. Вот Мамай говорит, что есть некие там бизнесмены у него. Но, извините, существующее законодательство Казахстана говорит, что бюджеты политической организации должны быть прозрачными и открытыми. Ну, в частности, партия «Нуратан» так и делает. Заставляет бизнесмена перечислять деньги, зайди, к ним не подкопаешься. У них все по закону, все и так далее. Если эти бизнесмены, то Мамай должен их озвучить. Собственно, Балге было известно, кто финансирует партию. Это было все открыто. Проходили, проверяли налоговые органы, соответственно, службы. Это все было открыто в то время. А сейчас, если бы власть захотела, они бы кровь выпили бы, но выдавили бы информацию, законные эти деньги, нет ли денег иностранного происхождения. Как видите, там очень много несостыковок, вопросов, на которые существующие инициаторы партии не смогут ответить. Никогда. Потому что любой бизнесмен, который будет финансировать оппозиционную партию, власть его просто посадит в тюрьму и разорит. Поэтому вот я вам на этом примере показываю, что вот такие вопросы, на которые невозможно ответить. Мы эти списки какие-то видим, они малочисленные. Мы видим, что акиматы со всех городов приглашают людей и фактически оказывают давление, чтобы люди поехали на съезд партии ДВК, поддержали их и так далее. Эта информация идет со всех регионов страны, уважаемые друзья. Вы живете у себя в регионе и прекрасно понимаете, что ДПК это прокладка власти, которая финансируется властью, организовывается властью на местах. И вот, собственно, в Алма-Ате проводят съезд. И что-то они переживают. Нападают на ДВК, что мы, оказывается, в тот день проводим митинги в совершенно других местах. В Алма-Ате на Старой площади, в Астане около дворца Жастар. К ним вообще это не имеет никакого отношения. Они же не приватизировали этот день и места проведения митинга. Мы им не мешаем. Почему такая истерия? Потому что вы можете увидеть, что власть будет преследовать именно тех гражданских активистов, которые реально оппонируют власти. А ДПК они будут делать вид, что преследуют. Поэтому эта ложь обнажится 22 февраля с еще большей силой. Если они боятся этого съезда, съезда ДПК, то они как минимум не дадут. У них не должно быть в аренде помещение. Последний день, последний час владельцы здания не должны им дать в аренду. То место, где проводится съезд, где тысяча человек, там 500 человек должны стоять полицейских. Это вы не увидите, уважаемые друзья. Но что вы увидите? И для чего вообще эта власть делает? То есть я уже объяснил, что внутри страны вот такая идея показать, что вот идет какой-то процесс, что якобы что-то меняется, вот АСП сделали программу, еще что-то вот там на 20% студентам стипендии пообещали поднять. А за рубежом нужно показать такое движение демократическое. Вот есть партии, вот есть организации, молодежные, у нас идут реформы. Вот поехал он в Мюнхен, а Брюссель не поехал. Почему не поехал в Брюссель? Потому что ему задали жесткие вопросы по свободе политических заключенных, по реальной демократизации общества. Потому что митинги в нашей стране должны проводиться свободно, в соответствии с международными договорами. Такаев не смог на эти вопросы ответить. Поэтому он избежал поездки в Брюссель, где находится центральный офис Европейского Союза. И он поехал в Мюнхен. Ну, в Мюнхене тоже ему было не сладко. И в это время, когда он там находился, в Казахстане разразился ураган под именем Айсултан Назарбаев. И он... Результат вы видели. Четыре дня в стране не работал интернет, не работал Google, был выключен Телеграмм и все прочее. А в это время Такаев находился в Мюнхене. И, конечно же, он же, в том числе, вместе с Каримом Масимовым, отключал этот ураган, чтобы информация, негативная информация о Назарбаеве, о Тимуре, Кулебаеве, о Гоге, о Шкенназе не была стремительно распространена. Это очень сильно напугал режим. Но он был вынужден Такаев публично заявить «Ребята, восстановите интернет! Ураган ураганом, но восстановите!» Ну и тут вышел министр информации Абаев с опровержением, что некие лица, оказывается, управляют аккаунтом Айсултана Назарбаева, некие лица получат так называемое возмездие. То есть, вы видите, какая была реакция, да? Вот, собственно, вы можете увидеть, что теперь будет делать власть. Она будет за рубежом показывать, что есть некие политические процессы, все двигается, мы обсуждаем закон о мирных митингах, а что его обсуждать? Уже подписаны международные соглашения, которые предполагают свободу митингов и собраний, шествий, без всяких согласований. Бери и исполняй. Они говорят, да, но у нас специфика, вот казахи у нас дикие, видите, вот они Дунган побили, вот если их не обложить, если специальные законы не принять, другие еще, то все будет не очень хорошо. Вот, собственно, все, что мог сказать Такаев, но при этом говорит, а, смотрите, у нас вот есть оппозиционная партия, ДПК, у нас вот ХАК есть, у нас УАН Казахстан, там, и все прочее. Где они? Где вы видите их на митингах? Где вы видите их программы? И самое главное, вы видите, что их боится власть? Нет, вы не видите. Поэтому, такого рода партии создаются для имитации для Запада, что вот, есть, есть внутри партии, которые вот, в легитимном поле собираются идти на выборы и участвовать на выборах в парламент или других выборах. Вот, собственно, эта картинка для Запада. А внутри, ну, внутри, вы знаете, все время они рассказывают какие-то сказки, о каких-то программах, которые никто не видел в действии, в жизни. Мы видим только протесты. И вот, собственно, у власти, как за рубежом, так и внутри, большие проблемы. 22 февраля автомобилисты объявили, что они проводят митинги во все крупных городах около Акиматов. 22 февраля по призыву ДВК выйдут наши сторонники. 22 февраля гражданское движение Куще, улица, тоже объявило о проведении митингов 22 февраля в 14 часов. Ну, и в Алма-Ате будет так называемый съезд провластной партии ДВК, на которую тоже власть должна отвлечь силой, оттянуть некоторые средства массовой информации, которые они контролируют. Они должны показать, что вот здесь тоже горячо. То есть, вы понимаете, что 22 февраля будет в стране очень горячо. Но чего добивается власть? Власть добивается, чтобы 22 февраля протесты были раздроблены. Что-то возле Акимата в Астане, что-то около Жастар. В Алма-Ате мы проводим на Старой площади, Акимат находится несколько выше. И, собственно, вот такая вот идея раздробить. Поэтому 22 февраля полиция будет раздроблена. Нас много, нас более 18 миллионов в нашей стране. Я много раз говорил, что достаточно 3-5% в тот день, в любой другой день выйти в городах, и все этой власти не будет. Законы именно так вот, собственно, общественное развитие показывает в авторитарных странах, когда собирается определенное количество людей 3-5%, все заканчивается мирной сменой режима. Поэтому, уважаемые друзья, все те, кто говорят, что от митингов пользы нет, я еще раз хочу напомнить. для того, чтобы польза была, был результат, нужна масса. Это зависит от вас, от вашей активности. Хотите ли вы изменить вашу жизнь? Хотите ли вы просто сидеть и жаловаться, или вы хотите немедленно добиться перемен? А для этого вам нужно подняться и участвовать в этих протестах. 22 февраля, если мы будем говорить об Астане, расстояние между местами около Акимата и Жастара, там небольшое, максимум 10 минут пешим ходом. Небольшое же расстояние также и в Алмате и в других городах, поэтому ничего страшного, приходите, матери, приходите, ипотечники, уважаемые друзья, те, кто требует и хочет, чтобы их кредиты были списаны потребительские, по программе ДВК приходите и требуйте. Уважаемые учителя, врачи, если вы хотите, чтобы ваша заработная плата была выше в несколько раз, приходите и участвуйте. Это тот самый день, когда мы выдвинули во главу угла требования, именно связанные с программой демократического выбора Казахстана. Это и жилье дешевое, это и списание кредитов, это и материнский капитал, и все, что связано с ростом и развитием вашего ребенка. мы консолидировали массу требований. В этот день, 22 февраля, в 14 часов, вы можете прийти фактически по любому вопросу, и там, на этом митинге, вы встретите своих сторонников. Я знаю, что по многим городам нашей страны есть пострадавшие от так называемой компании ГОЛД. Я знаю, что люди клали туда по пять, по несколько миллионов тенге и сейчас не могут забрать свои деньги. Я хочу сказать вам, уважаемые вкладчики, что то, что вы теряете свои деньги, виновата в этом государство. Потому что именно государство должно было следить и оценивать, мошенничество или нет, а не давать возможность компании собирать миллиарды тенге. А если компания собрала, они должны были видеть, контролировать и знать, что это нормальная хозяйственная деятельность. Но тем не менее, когда не было никаких жалоб ни от кого, что компания кого-то обманула, руководство этой компании власть стало арестовывать. И сейчас есть разные мнения, что это конкуренты использовали силовые структуры для подавления конкурирующей организации. Но что бы ни было, вы там теряете миллионы своих денег, которые вы заработали кровью и потом. Кто-то вложил свои деньги, кто-то дополнительно взял кредиты думая, что они положив деньги в голд заработают больше. Я заверяю вас, что вы получите крохи, если их получите, но вы получите все, если вы свои требования выдвинете к существующему правительству и государству и государству в состоянии все эти вопросы решить. Я уверен, что чиновники разграбят ваши деньги. 22 февраля вы можете присоединиться к нашим митингам, прийти и потребовать, чтобы государство возместило весь ущерб, который вы понесли от того, что вы внесли деньги в компанию ГОЛД. 22 февраля будет жарко. 22 февраля в 14 часов приходите на митинг и давайте вместе сменим этот режим и добьемся успеха, построим новую демократическую страну. 22 февраля в 14 часов. Алка, Казахстан.